девчонки всем привет вот и наступила у нас весна долгожданная и сегодня мы с вами будем рисовать вот такие нежные воздушные цветы у меня был уже похожий дизайн на моем канале но этот выполнен в черно-белой технике в общем очень интересно давайте уже начнем скорее мне не терпится с вами поделиться как же сделать такой дизайн и вообще я считаю что он подойдет абсолютно под любой цвет маникюра то есть будет он ярким или темным совершенно не важно для первого варианта я перекрыла тип с черным гель-лаком не снимаю липкий слой это экономит время в работе но если вам удобнее то можете его снять на палитре заранее я смешала белый гель-лак с топом топ без липкого слоя или с липким в принципе не важно но с липким слоем топ лучше перемешивает пигмент и начинаю рисовать вот такие вот лепесточки как видите для начала я намешала слишком плотный белый гель-лак поэтому разбавляю прямо на рисунке топом с палитры прорисовываю вот такой вот лепесточек довожу белый гель-лак до нужной мне плотности и просушиваю следующий лепесток я рисую отдельно самое самое главное в этом дизайне это просушивать каждый элемент чтобы они как бы наслаивались друг на друга там где лепесток заходит на другой лепесток получается цвет темнее а точнее в нашем случае плотнее вот видите наслоение получается очень интересно следующий лепесточек я рисую сбоку и делаю вот такой небольшой свисающий край мне почему-то показалось это уместно но вообще на все ваша фантазия и 4 я рисую сразу же не сушу так как они у меня находятся в разных сторонах и еще я решила добавить вот такой вот листочек снизу чтобы заполнить свободное пространство можно добавить вензеля или точечки у меня есть вот таких два гель-лака один от nail republic вот с такой фольгой и другой гель-лак от bliss он просто со слюдой суть этих гель-лаков в том что они не плотные и у них есть микроскопические частички которые не перекроет наш воздушный дизайн но в то же время добавить блеск в принципе можно также смешать блестки с топом и выполнить такой дизайн прокрашиваю я все что рисовала белым за исключением стебля и теперь очередь прорисовки у вас обязательно не должно быть капельки кстати как рисовать тонкие линии и вензеля я расскажу в своем онлайн курсе скоро он уже наконец-таки будет готов знаю что многие ждут обязательно объявлю это видео и так но мы рисуем практически без нажима вот такие вот нежные тоненькие линии вообще этот дизайн весь состоит из тонких воздушных линий и чтобы его не перегружать ли не обязательно должны быть тонкие и старайтесь сделать их одной толщины в общем то здесь ничего сложного мы просто обводим каждый лепесток тонкой тонкой линии самое главное чтобы у вас на кончике кисточки не скапливалась капля тогда ваши линии будут тонкими и плавными ну и я решила добавить несколько тычинок чтобы показать что это все-таки цветочек а не что-то такое белое и еще вот дизайн такой же в матовом варианте только я сначала перекрыла дизайн матовым топом а потом уже сверху выполнила прорисовку белый гель пастой без липкого слоя получилось тоже очень интересно и так а для следующего дизайна в такой же технике я уже черный гель-лак смешала с топом кстати хотела с вами поделиться пока рисуют так как тут в принципе все одно и то же по той же технологии каждый лепесток я просушиваю обязательно перед последующим нанесением черный гель-лак намного лучше смешивается с топом и пигмент ложится ровнее как вы видите но перед каждым лепесточком перемешивайте вашу кашицу заранее заготовленную на палитре так как пигмент очень быстро черный оседает и образуются такие как бы крупинки я обвожу гель-лаком черным выполняя обводку и хочу вам сказать что если у вас есть например черный гель-лак очень плотный очень хороший как у меня гель-лак от лавли я его не трачу на то чтобы например растушевку вот такой выполнять потому что тут неважно плотный гель-лак или нет то есть я его использую больше для каких-то тоненьких прорисовок и геометрии и также беру эту слюду просушила я тоненькими тоненькими линиями слежу обязательно чтобы не скапливалась у меня капелька на кисточке чтобы мой кончик кисти был тоненьким тоненьким и тогда обязательно у вас получится тонкие и изящные линии еще очень важно набирать правильно краску на кисточку и иметь все-таки хорошую тонкую кисть под рукой всегда кстати тонкую хорошую кисть можно сделать из любой другой если вам интересно я обязательно сниму видео как сделать идеальную тонкую кисточку из самой обычной кисточки и абсолютно любой и конечно же в этом дизайне тоже нарисуем тычинку чтобы наши цветочки получились сказочными красивыми и очень очень нежными я кстати уже выполняла такой дизайн на ручках клиентки и ей очень понравилось многим наверное может показаться что дизайн пустоват я встречала такие отзывы но мне кажется он просто очень нежный и я не считаю что нужно здесь еще что-либо добавлять и вот у нас получилось 4 таких вариантов белом и черном цвете 2 глянцевых и 2 матовых напомню что на матовых прорисовку выполняют сверху и вот здесь в последнем дизайне на белом я решила все-таки цветочек еще проработать топом без липкого слоя то есть цветок в нашем случае блестит а фон остается матовым в общем вот такие весенние дизайны у меня получились если видео было интересным и полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео с вами была таня всем пока